А, вон еще один движет. Вот этот уже поинтересный. Кадиллак? Нет? Что за машина? Эскалейт, да, эскалейт. На Тюменском тракте посредь Белодня в замес с перевертышем попал пиндоский бездорожник Кадиллак, опознанный зрителям как Эскалейт. А это болид класса лакшери. Это дорого, это несколько миллионов рублей на калошах. Новый Эскалейт 22-го года выпуска стоит более 18 миллионов. И можно констатировать, что в наших широтах зародился новый тренд. В замесы стали попадать люксовые тачки. На прошлой неделе в Екатеринбурге в столб, уворачиваясь от морды Форда, влетел Майбах. Не настоящий. Восстановленный Мерседес Майбах 2015 года, но все ж таки Майбах. Ну типа ручная работа, дорого-богато. Тогда обошлось без жертв и даже без травм. Но и тут аналогичная ситуация. Декорация такая. По тракту из Тюмени в сторону уральской столицы катился серый Эскалейт, пилотируемый 43-летним богатым мужчиной. На обочине, прижавшись к отбойнику, стояла Лада Ларгус. Кормовой отсек, который был забит рулонами, напоминавшими самопальные рекламные баннеры, которые обычно на столбах незаконно развешивают хозяева мелкого бизнеса. По какой-то причине, пилот Кадиллака не заметил стоячий Ларгус и налетел на его кормовую базу, в левую ее половину, и по сути сгладил левый задний угол Ларгуса, вплоть до водительского кресла. После удара Эскалейт перевернулся на уши, задымился и метров через 30 замер возле того же отбойника. В неуправляемом полете дорогой люксовый болид никого не задел, ну и вообще, как уже отмечалось ранее, этот дорогостоящий замес обошелся без пострадавших.